Это информационный марафон на телеканале Freedom Денис Пахила, Каролина Король. Работаю для вас в этой студии, приветствуем наших зрителей. Традиционно начинаем наш эфир с блока оперативной информации. Четыре человека и собака погибли, еще 32 человека ранены. Такие последствия ракетного удара государства-террориста России по Одессе. Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, девочка, которой нет еще пяти лет, находится в тяжелом состоянии. В городе повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Российские оккупанты накануне ударили по Одессе баллистикой с кассетным боеприпасом. По данным мониторинговой миссии ООН, в марте количество жертв среди гражданских в Украине возросло на 20% в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети ИКС. По данным союзников, в марте более 600 гражданских лиц были убиты или ранены вследствие ударов России. Также в ведомстве подчеркнули, за этот период погибли 57 украинских детей. Это в два раза больше, чем в феврале и непосредственно связано с применением России авиационных боеприпасов. Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского на июльский саммит Альянса в Вашингтоне. Накануне генсек НАТО посетил Киев с необъявленным визитом. Столтенберг отметил, что место Украины в НАТО. Также стороны обсудили инициативу по созданию специального фонда финансовой поддержки украинской обороны на 100 миллиардов евро сроком на 5 лет. Лидерство и храбрость сами по себе не могут отбить российские войска. Вам нужно вооружение и боеприпасы. Сначала полномасштабного вторжения партнеры НАТО предоставили Украине беспрецедентную помощь. Я знаю, что серьезные задержки в поставках означают серьезные последствия на поле боя. Однако еще не поздно, чтобы Украина победила. Члены Альянса четко понимают, что вам нужна поддержка. Уже подтвердили новый пакет, согласно которому предоставляется больше 60 миллиардов долларов помощи, в том числе и критически важных систем противовоздушной обороны и боеприпасов для артиллерии. В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет в НАТО, поскольку невозможно представить безопасность Европы и Североатлантического сообщества без участия Киева. Также Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию на фронте. Поддержку вооруженных сил Украины и российское наступление услышим. Мы уже работаем с членами НАТО в многосторонних формах. Так уже довел свою эффективность формат Рамштайн. Взаимодействие более 50 государств ради обеспечения украинских воинов и среди них в том числе страны Альянса. Российская армия сейчас пытается использовать в свою пользу ситуацию, когда мы ожидаем поставки от партнеров, прежде всего от США. Поэтому оперативность в поставках в первую очередь означает стабилизацию фронта. Артиллерия 155-й калибр, дальнобойное оружие, противовоздушная оборона, прежде всего система Патриот. Это то, что есть у партнеров и то, что должно работать здесь в Украине для уничтожения российских террористических амбиций. Вместе мы должны сорвать российское наступление. Также генсек НАТО выступил с речью в Верховной Раде Украины. С трибуны Йенс Столтенберг заявил, что в будущем Украина станет членом Альянса. Также Столтенберг выразил уважение мужеству украинского народа и сил обороны Украины, которые противостоят военной агрессии Кремля. Вы боретесь не только за себя, но и за свободы, которыми мы все дорожим. Поэтому позвольте мне сказать от всего сердца большое спасибо Украине. Я ожидаю, что на июльском саммите в Вашингтоне лидеры согласятся на усиление роли НАТО в координации помощи в области безопасности и подготовки кадров для Украины. Я считаю, что нам также необходимы крупные многолетние финансовые обязательства, чтобы продемонстрировать, что наша поддержка Украины имеет не краткосрочный и ситуативный, а долгосрочный и предсказуемый характер. Это станет четким сигналом Москве. Они не могут нас победить и не могут нас переждать. Спасибо и слава Украине! Спасибо и слава Украине! Все разведки партнеров проинформированы об угрозах и перспективах, которые есть сейчас. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении. Кроме этого, глава государства подчеркнул, что Украина должна сделать все, чтобы достичь своих целей, а значит и общих целей всех в мире, кто презирает террористов. Для этого украинская сила должна опираться на достаточную поддержку от партнеров. Послушаем. Дорогие украинцы и украинки! Только что были доклады о ситуации в Одессе после российского ракетного удара и в Харькове после удара управляемыми авиабомбами. К сожалению, в Одессе есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых, всем оказывается помощь. Местные службы и спасатели ГСЧС Украины отреагировали мгновенно. Важно, чтобы все службы, все наши люди, от работы которых зависит жизнь украинцев, были максимально эффективными и быстрыми. Оперативность в помощи, своевременная и достаточно смелая защита жизни – это то, что нам всем в Украине помогает выстоять. Сегодня именно об оперативности много было и на переговорах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Своевременная поставка оружия для наших воинов, своевременные решения о ПВО для Украины – это то, что необходимо прямо сейчас для защиты жизни. Тем более, что у партнеров действительно есть все необходимые системы, действительно есть все необходимое качество оружия, чтобы наши воины могли действовать значительно результативнее. Спасибо Йенсу за понимание и готовность помогать. Ежедневные российские ракетные удары, ежедневные попытки оккупанта разрушить больше наших позиций – все это можно остановить, можно сорвать российские наступательные планы. Но для этого украинская сила должна опираться на достаточную поддержку от партнеров, на патриоты, которые нужны здесь, на 155-й калибр, который должен звучать на фронте максимально уверенно, на достаточно дальнобойное оружие, которое может и должно уничтожить российскую логистику. Все разведки партнеров проинформированы об имеющихся сейчас угрозах и перспективах. Мы должны сделать все, чтобы достичь наших целей, общих целей всех в мире, кто презирает террористов. Сегодня же провел ставку, доклад главкома Александра Сырского, развернутый доклад. «Фронт, наши позиции, наиболее горячее направление, снабжение, которого мы ожидаем». Был и доклад руководителя ГУР, руководителя СБУ, представителей координационного штаба относительно переговоров об освобождении пленных. Очень важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных. По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность, насколько это возможно. Какая работа ведется, чтобы наши люди вернулись домой. И я благодарю всех, кто действительно заботится о наших людях и обо всем нашем государстве. Спасибо каждому и каждой, кто помогает Украине. Спасибо всем, кто сражается против российского зла. Слава Украине! Слава Украине! Первоначальный план Путина – стереть Украину с карты, включить ее в состав России – провалился. Об этом заявил госсекретарь Шаент, а не Блинкин. Он отметил, что коалиция в Европе и за ее пределами помогла украинцам выставить и продолжить поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией. Блинкин также добавил, что существует план, который позволит Украине добиться успеха. Это сильная страна в военном, экономическом и демократическом плане, подчеркнул американский дипломат. Россия слабее экономически, она слабее в военном отношении, учитывая уничтожение столь многих ее сил. И она слабее дипломатически в большей части мира. В то же время украинцы объединены так, как никогда раньше. В том числе они объединились против России, чего не было до 2014 года, когда Россия совершила первую агрессию против Украины. И альянс НАТО никогда не был настолько сильным, как с Финляндией и Швецией. И, конечно же, всего за два года Европа исключительным образом отошла от зависимости от российских энергоносителей. Все это представляет собой огромную стратегическую неудачу для России. Путин ускорил многие вещи, которые он стремился предотвратить. Европейский Союз начал переговоры о вступлении с Украиной. Это лучший путь к углублению украинской демократии. Все это является самым решительным ответом Путину, потому что это значит, что Украина не только выживет, но и сможет процветать в будущем. В Германии начался судебный процесс над офицером Бундесвера, которого обвиняют в шпионаже на пользу России. Об этом пишет агентство ДПА. По материалам дела военный чиновник по собственной инициативе передавал российской разведке секретную информацию, в том числе и о ситуации в Украине. При этом у следствия нет подтверждения, что немецкий офицер получал за это вознаграждение. Сообщается, что он был симпатиком правопартии, альтернативой для Германии, а также ее политике в отношении России. Судебные слушания продлятся до 24 июня. Подписывайтесь и оставайтесь с нашей компанией. И мы уже готовы приходить к следующей теме нашего эфира. Обсудим ситуацию на фронте, но прежде предлагаем к вашему вниманию материал наших коллег. Баллистика по мирным жителям. Россия в понедельник вечером ударила по Одессе. Четверо погибших, еще 32 человека ранены. В тяжелом состоянии ребенок, девочка, которой нет еще 5 лет. В городе повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура. Россия обстреливает города и населенные пункты вдоль линии фронта. За минувшие сутки армия России била ракетами, артиллерии, наносила удары. Больше информации в материале. Украинские разведчики показали кадры уничтожения новейшей российской антидроновой РЛС «Репейник». Станция обнаруживает беспилотники на расстоянии в 15 километров, а ее стоимость 100 тысяч долларов. Также украинские военные с помощью БПЛА обнаружили место дислокации российских сил и склада боеприпасов. По участку отработали ПВ-дроны и 120-мм гаубица Д-30. Вследствие уничтожен боекомплект противника, ликвидированы три российских оккупанта и еще пять получили ранения. На Таврическом направлении Силы обороны Украины нанесли авиаудары по скоплению личного состава захватчиков. «Отслеживаем и бьем», – так прокомментировал опубликованные кадры главком ВСУ Александр Сырский. Российские оккупанты атаковали на Купенском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях. Самой горячей точкой на карте боевых действий остается Часов Ярданевской области. А после вывода украинских сил из ряда населенных пунктов к западу от Авдеевки, захватчики так и не добились тактических успехов в этом районе, – пишут аналитики Института изучения войны. По их мнению, это говорит о том, что ВСУ сохраняет возможность замедлять продвижение России. Прибытие украинских подкреплений и дополнительной техники заставит российское командование либо признать, что более широкое или более глубокое проникновение в ближайшем будущем маловероятно, либо направить в этот район дополнительные резервы. При этом привлечение дополнительных резервов на это направление будет означать для россиян риск не добиться успеха на других. Из отчета Института изучения войны. При этом в Генштабе сил обороны Эстонии уверены, цели России захватить часов яр до 9 мая нереалистично. К 9 мая они его точно не возьмут. С учетом того, что от Авдеевки они продвинулись на 10 километров, может быть, на 5 километров за раз. Часов яр не досягаем при таких темпах продвижения. А занятие Авдеевки или, скажем, Бахмута потребовало несколько месяцев. Так что это маловероятно. Тем временем украинские партизаны из движения АТЭШ выяснили, что российские силы пытаются восстанавливать нерабочую технику на базе воинской части в Севастополе. По словам агента АТЭШ, это означает, что у захватчика есть значительные проблемы с наличием военной техники.